Это не честно! Я справлюсь, говорю вам! Облететь это огромное облако для меня будет легче легкого! Нельзя медлить! Деревня! Это же... Линк! Это ты! Тюлин, молодой воин Рита Линк! Я слышал, ты пропал без вести! Как хорошо, что с тобой все в порядке! Теба, новый старейшина Рита Отрадно видеть тебя снова! А это мой сын, Тюлин Внешне он выглядит таким взрослым Но он на самом деле... Да сколько можно! Прекрати относиться ко мне как к птенцу! Ты действительно все еще птенец Если считаешь, что совсем можешь справиться в одиночку И что тут такого? Я давно оперился, знаешь ли Даже эту пещеру разведать Плевое дело Когда же ты признаешь, что ошибаешься? Можешь и дальше верить, что песня «Крылья ковчеги» не выдумка Только время теряете Стой! Ну что ты будешь делать? Тюлин хочет, чтобы я отправил его исследовать источники метели И совсем меня не слушает А что за песня? Это старая песня Рита, передающаяся из уст в уста Давным-давно, когда случился похожий катаклизм Деревню спас огромный летучий корабль Во всяком случае, так там поется Поэтому и песня так называется Рита поет эту песню своим детям Но это не значит, что мы слепо верим в то, что все в ней правда Однако на деревне в самом деле уже замечали какой-то летающий корабль А эти метель и облако вполне можно считать катаклизмом Правда ведь? Может, песень о «Крылатом ковчеге» не более чем старая песня Но поверь мне, в небе над нами что-то есть Увы, из-за сильных воздушных потоков Нормально летать сейчас не могут даже Рита Вот почему я говорю, что прежде чем искать источник метели Надо как следует подготовиться Но Тюлин, он считает, что мы попросту боимся И поэтому уверим, что все случится, как в песне Извини, Линг Ты, наверное, хотел что-то узнать Да там под замком Хайрул такое произошло Что? Не верится, что под замком Хайрул могло произойти такое Значит, между исчезновением принцессы и аномалиями есть связь И ты как раз ищешь Зельду Мы бы с радостью помогли тебе, но... Из-за этой странной метели, которой, похоже, не видно конца В деревне нехватка продовольствия Все взрослые жители отправились за припасами Или же пытаются выяснить, откуда пришла непогода Мой муж практически не покидает деревню после того, как стал старейшиной Я очень хочу тебе помочь, но... О, у меня есть идея Попробуй обратиться к Харту Харт мой друг Он много где бывает и мог что-то слышать о принцессе Зельде Видишь те два костра? Ага, вижу Он в хижине, рядом с ними Тебе стоит зайти к нему Ладненько Тюлин из деревни Рита Добавлен список персонажей Окей Сейчас я повыше сберусь и, наверное, спарирую туда К тому костру А, все, выше уже никак Ёлки А, нет, можно Сейчас я телепортнусь туда Не проблема Для меня теперь нет преград вообще С моей ультрарукой А, шикарно Только я вообще как-то очень высоко Тут ничего на холме нету случая Но, что это такое? Что это за пятно? Как будто сопля чья-то С неба кто-то Плюнул Слушай, ну я с этой Вышки Если можно это назвать вышкой С этой горы Могу прямо к своей Катапульте прилететь Ну, то есть вон той башни Катапульте И как раз два костра Че, поехали Вначале к костру А потом и к вышке Мнозливости теперь много Лететь буду дальше Два костра прямо подо мной Можно тут, в принципе, уже снизиться Опасность миновала Или не миновала Подожди, вон там кто-то внизу стоит Ты кто такой? Ты тот, кто мне нужен или как? Хороший ориентир Привет Ты шел на свет костров, наверное? Зовут этого типа Нек Прям как Нек из игры про Нека В метель видимость плохая А костры это ориентир для тех, кто пытается добраться до хижины Их даже с высоты видно Мы дров не жалеем Хоть и доволен тем, как они получились Но ослепительным светом пусковой вышки Им не сравнится Я, кстати, как раз туда направлялся Она, конечно, не согреет Но по размеру и яркости любой костер затмит Восхищаясь работой хайлийцев Построить нечто настолько внушительное Это надо уметь А вот я Тут еще есть типок Видимо, это не он мне нужен Камень можно взять? Вы же не против И дрова тоже заберу Я понимаю, что они вам нужны для костра И вот еще бы вот рога А нет, рога мне не дадут Эти загадочные предметы были найдены у подножья Эбберских гор Какие только измерения и опыты я не проводила Но выяснить ничего не смогла Ни материал, ни назначение У них, похоже, довольно острые края Так что осторожнее А то можно и порезаться случайно Честно говоря, я уже изучила все, что можно было И мне они не нужны Если хочешь взять, я не возражаю О, спасибо Конечно же, я заберу На халяву И соль вкусна будет, как гореца Иду в дом Тут тоже еще дровины Я думаю, что ты мне нужен Но прежде можно дневник почитать А ты кто? О, вот это я тоже возьму Перц Просто зашел, короче, незнакомый типок Бутылка масла Нежное масло из семян растений Подходит к любому блюду И прекрасно подчеркивает вкус Также можно плеснуть его в костер Чтобы подстегнуть пламя А, ну понятно Это как с шишками Зашел, короче, типок Вообще неизвестно Никто меня не знает И тут начал все тырить Значит, вот ты мне нужен, скорее всего Да, точно, это Хард Какая у тебя прическа модная Линк, ты жив-здоров Я слышал, что ты пропал без вести И очень тревожился Что ж случилось-то? Там в Хайруль такое произошло Так ты ищешь принцессу Зельду Извини, мне никаких вести о ней не поступало Честно говоря, сейчас у нас очень много хлопот Жители либо припасы добывают, либо пытаются выяснить, откуда метель пришла Мало того, в последнее время к нам все чаще наведываются крылатые монстры Но у нас слишком мало воинов, чтобы разобраться с ними Мне очень жаль, что я не могу тебе помочь Хотя... Постой Тюлин мог бы Ах да, ты же еще не знаешь, Линк Наш маленький Тюлин нынче так летать умеет Куда там нам, взрослым? Ему даже плохая погода не помеха Он теперь наши глаза и уши Он умеет создавать ветер Хорошая штука Так больше никто не может Теба с ним строг Но даже он признает его талант Тюлин немного зазнался Ходит теперь к Гоголям Но все равно Попробуй поговорить с ним Он отправился за продовольствием Вместе с Гизаном и Лаисой Они будут в Южно-Эберской пещере Это к северо-востоку отсюда Пещера находится за утесом Нужно подняться по горной тропе Рядом с пещерой будет гореть костер Чтобы найти Тюлина Использую костер рядом с пещерой Как ориентир Ясно Тюлин только что от меня сбежал А мне теперь его искать Ладно, пошли за Тюлином За маленьким крутым сопляком Путь в Эберские горы Значит, правильно двигаюсь Все хорошо Может до башни добежать Доползти что ли Вот и все Я здесь, я залез Вышечка Ооо, сколько здесь колючек Надо бы все это дело Вышечка вьюрковая Поджечь, короче, все эти колючки И все И будет доступ у меня К вышке Блин, да тут в принципе колючек дофига Че это за дела тут вообще происходят Я не понял Кто эти колючки понасадил здесь, а? О, отлично Вот так вот сделаем Чтоб не париться Ее, вышка открыта Блин, тут, короче, вон руины есть рядышком Причем тут дофига руин Ёлки А там еще и святилище Ну, короче, потом туда я зайду Так, вон там вот не костер ли случайно? Кажется, костер Значит, нам туда Больше костров я здесь не вижу Эй, Тюлин Может быть, он куда-нибудь высоко взобрался, а? Вообще прям наверх А, полетели А, нет, смотри-ка, там вон стоит кто-то А кто это стоит? Ну, это не Тюлин Невероятно Тут упало, там упало Что там в небе происходит? Эээ, ну и ну Не думала встретить здесь хайлица Ты меня удивил Забрался так высоко в жуткую метель Чувствуешь, как холодно? Нам, Рита, такой мороз не страшен А вот тебе, наверное, тебе нелегко без перьев приходится Если еще выше взберешься, увидишь южно-эберскую пещеру Там будут мои друзья Они добывают припасы В пещере есть светящиеся грибы и рыба, которые нам как раз нужны У входа разожгли костер, чтобы моих друзей было легко найти, если что Если чувствуешь, что замерзаешь, у костра можно согреться Спасибо Я понял, что я не долетел Придется теперь на своих двух бежать Там еще какие-то морозные летучие мыши А у меня стрелы... Надо было в магазин забежать стрелы купить Так было бы проще О, гоблины Как же вы без одежды тут не замерзаете У вас такая свиная кожа тоненькая Ребятки Готов Готов О, у тебя стрелы есть Глаз ледяного куса Короче, при помощи него я могу Замораживать противников В принципе, это можно сделать Ага Вот и меня заморозили Давай, 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 Ленк Сейчас я ему от веточку ледяную замучу Где эти глаза ледяные? Во Глаз ледяного куса Лови От веточка Блин, я хотел его разломать Чтобы он, типа, это На кусочки разлетелся Это у нас что? Ой, 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 ой Зарвался Тихо, тихо, тихо И потушил костер Ребят Вы что там делаете, а? Что вы там делаете? Я не понял Это что такое? Запалили меня Ой, ой, ой Как он больно ударил Выкосил И ты тоже получил Ай-яй-яй-яй-яй Ленк-линк-линк-линк Вставай Хватит 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 Падать Кубарем Сдули меня Немножечко Котов у него короче палка какая-то ветряная есть и он меня сдувает и моя палка сломалась нормально у меня ударил давай-ка отведаешь мои сосульки я еще о классных сосули смотри замерзает прямо на ходу готов полетный меч создает порыв ветра о классная штука конечно заберу где он где он где он где он вот теперь я буду создавать морозный ветер по идее так как у меня костюм то морозный о вон костер нашел все это значит пещера та самая пещера которая мне нужна нормальный костер тут разожгли открытие южнайберская пещера мы много собрали ого я впечатлил на что ты смог добраться сюда учитывая метель рита в этой пещере часто здесь можно много припасов найти а ты что здесь делаешь да мне тюлин нужен он тут а ты ищешь тюлина пройди дальше пещеру он там вместе с гизаном еду добывает провести тебя не могу потому что я тут вещи сторожу в пещере есть существо которое перепрыгивает со стены на стену поэтому осторожнее там когда дальше пойдешь но мне кажется если к нему не приближаться оно и не тронет окей сейчас посмотрим я даже думаю что знаю про кого ты про тролля пещерного там он рыбка какая то есть сейчас короче за пролезем сожгем все эти колючки на чтобы они тут не мешались если чуть-чуть их коснуться то сразу у тебя 1 4 сердечки не будет так рыба рыбанька моя иди сюда морозная форель отлично бежим дальше не задевая колючки где-то тролль морозный тролль я знаю что это тут ползаешь по потолку о какой поток ветра давай вниз сейчас прыгну вот тут посмотрю счетом хопля хопля у ничего себе ничего себе вот это я упал а здесь столько всего вот собственно и все много всего в моих карман сах теперь осталось наверзались я уж было реально хотел полезть наверх но совсем забывая про телефон давай теперь наверх поднимемся о елки не перелететь бы мне точно сюда надо было значит точно сюда она говорила если будешь держаться от него подальше а он как бы вот 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 он аха как-то это не честно было давай слезай сейчас я возьму свою пику а подожди мимо где-то моя пика а вот это сейчас попробуем слезай давай знаете по жопе леща просто сдул его и все своим воздушным мечом он утонул так не честно хотел чтоб подраться можно костер развести кстати да его придется развести потому что мне наверх читаж бамба лейла все бочки тоже подожжем вот пусть горят чтоб огня было больше но тут в любом случае шишки нужны без шишек тут как бы делать нечего а в бочках ничего не оказалось подкидываем шишулю и полетели а ящерица тепка ящерица она позволяет лучше держаться видимо за горы когда ползешь по ним ну что еще посмотрим что у нас здесь крита снова куча колючек это вся пещера одна сплошная колючка оу подожди подожди против тебя вот у меня есть оружие выкусил накусил обра можно туда пойти а ну и все как бы 3 вариант не дано ладно лезем выше еще костер хорошо а вот кстати еще один охранник на елке но с ним я наверно трещать не буду но опять то же самое скажи что тюлин там выше где-то а я тут охраняю припасы поэтому дуй без меня дошел до дырки в пещере можно было просто сразу телепортироваться из этой пещеры чувак который держит рекламу дружище возможно я тебе сейчас помогу у тебя тут теперь два рекламных щитах но ты даешь может вот этим булыжниками подкрепить чтоб ничего не упало у тебя давай отпускаю уже держится сейчас катится катится сказать он станет успели успели давай крепи быстрей в общем этот реклама держатель подарил мне кучей еды грибы 20 рупий дал и там блюдо которое он обычно дает там два кусочка риса пойдем накажем вот этих вот бокоблинов своим мощным мечом и ребятки сдуйся блин меч не очень мощный я лучше вот эту возьму о как хорошо-то ударил то их они сразу замерзли вот и все были свинки нет свинок да позорю что они тут охраняли ласточий лук короче я поднимаюсь еще выше и у меня такое предчувствие что у меня предчувствие верное было так берет эту штуку на тебе один готов меч сломался плохо очень плохо черт этот 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 проснулся он все больше не ледяной чувак а я сделаю его опять ледяным этот пока грибочки пособираю о хорошо сколько тут всяко фруктова классного ну чё добьем его вот наверное вот этой волны мощная сейчас как заряжу поехали обла и он опять замерз короче костюм классную штуку дает мне очень классно рок боку босса пригодится ничего да я попробуем залезть туда и посмотреть может тюлень там где-то эту глыбу можно было скинуть на этого жаробаса хотя сейчас я попробую подвинуть не и надо топить чтобы скинуть можно там по моему что то есть смотри там там гоблин замерзший ну и пускай он там будет а я полезу еще выше по-любому тюлень да вот он я нашел его смотрит в пропасть я отвлекся привет проклятый монстр сейчас случилось линк что ты здесь делаешь а у тебя чё произошло вопрос на вопрос блин некрасиво как это уходит ну видишь ли так получилось что у меня отобрали мой драгоценный лук вон тот монстр видишь ну да лук у него я должен вернуть лук ты поможешь мне линк пожалуйста нет проблем правда спасибо а ты знаешь что я умею создавать сильный порыв ветра в том направлении куда смотрю мой ветер поможет тебе пролететь над монстром на планере просто подай мне знак и я все сделаю способность тюлина повелевать ветром когда вокруг тюлина появляется аура вы можете вызвать порыв ветра поймайте этот ветер летя на планере и ваш полет ускориться но здорово давай попробуем давай попробуем с тобой погнали что-то ветер классная штука слушая я может а у меня стрел нету подбивать то нечем тюлин подбивать у меня нечем только если давай заморозить попробуем и получится нет нет не получилось не получилось черт как же так прогадался стрелами то повыше залезем где эта штука сейчас летят заморожу все-таки а чуть-чуть давай давай link блин камера поворачивает плохо на геймпаде он пролетел меня но я знаю его ракурс так 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 вот 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 сейчас есть попал ну же ура получилось link ты мне очень помог благодаря тебе я смог вернуть свой лук ай-яй-яй-яй еще прилетели но меня так больше не проведешь линк теперь я могу тебе помочь ну давай погнали получать блин как это круто работает все вместе с костюмом я просто балдеваю всех морожу мы справились смотри кажется это их логово что это был за шум ветер нет это не ветер совсем не ветер ой 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 тюлин линк а о вы отличная команда погоди ты все видел харт уф как неловко я гизан пытался отговорить меня но я его не послушал и полетел сюда сам и в результате у меня отобрали драгоценный лук я думал что уже совсем оперился но на самом деле без помощи я бы его не вернул ну что ж зато теперь ты понимаешь почему к тебе относились как птенцу да работать сообща и правда очень важно кажется я наконец-то понял что папа имел ввиду а что с тобой произошло чтобы у тебя украли в бой лук это на тебя не похоже тюлин ах да принцесса зельда я ее увидел на принцессу зельду напал монстр я только собрался прийти на помощь как она взмыла вверх и пролетела сквозь облака я так на это отвлекся что потерял бдительность вот тогда-то у меня лукой украли что принцесса зельда пролетела через облако как это возможно трудно поверить в такое но от праздных размышлений толку тоже нет а тюлин лир пришел к нам чтобы найти принцессу зельду отправляйся с ним и тоже изучи облако сквозь которое как ты говоришь пролетела принцесса что но мне все это время не разрешали я получил сообщение очень вероятно что источник метель находится таки внутри облака я хотел посмотреть что там внутри но из-за сильных ветров к нему невозможно подлететь сбоку единственный способ забраться на самый самый верх но пересечь настолько неспокойное небо и добраться аж туда не под силу никакому это за одним исключением тюлин я верю что теперь у тебя получится с твоей силой и способностью создавать сильные порывы ветра по своей воле тюлин может стать лучшим воином рита если поймет как важно работать сообща ты бы всегда это говорил папа такое сказал я пойду и извещу его а ты иди с линком попробуйте узнать где находится принцесса зельда и что вызвало эту метель хорошо я помогу линку линк принцесса зельда была на островах которые парят над горой эбра давай сначала туда линк тюлин мы рассчитываем на вас ну что тогда нам наверх на вон те острова что ж мы туда отправимся но сделаем это в следующей серии и вместе с тюлином теперь у меня есть напарник и это здорово если тебе понравилось и ты хочешь увидеть больше серий по зелье то не забывай ставить лайк под видео чем больше лайков тем быстрее ролик выходит и не забудь подписаться чтоб его не пропустить и тогда мы вновь увидимся с тобой в следующем видео так что до встречи до встречи